С 1 июля в России подорожают жилищно-коммунальные услуги. В Волгоградской области тарифы на электроэнергию вырастут на предельные 15-26%. С чем связан такой заметный рост и какие цифры на деле увидят волгоградцы в новых платежках? Об этом мы поговорили с заместителем председателя областного комитета по тарифам Татьяной Черновой. Татьяна Федоровна, здравствуйте. С 1 июля повышаются тарифы на ЖКХ, и это всегда не самая приятная новость. Расскажите, пожалуйста, что и на сколько процентов подорожает? С 1 июля подорожают все коммунальные услуги. Напомню, что к коммунальным услугам относятся водоснабжение холодное и горячее, водоотведение, отопление. При этом жилищные услуги регулирования не подлежат. Это строчка содержания жилья и капремонт. Содержание жилья, стоимость содержания жилья жители принимают на общем собрании. Государство не регулируется. Регулирование подлежит тарифы для каждой организации. У нас в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения их более 500. Поэтому тариф устанавливается для каждой организации. Уровень их совершенно различен. Если говорить это про тепловую энергию, то тарифы для котельных, работающих на газе, они более ниже, чем тарифы, работающие на жидком топливе. Поэтому величина экономически обоснованных тарифов, разброс велик в тепловой энергии. От 900 рублей до 5 тысяч. Есть даже у нас и свыше 5 тысяч тарифы на тепловую энергию. Рост экономически обоснованных тарифов составил в сфере водоснабжения 12%, в сфере теплоснабжения 11%. Я повторяю, это рост экономически обоснованных тарифов. Если для организации были установлены льготные тарифы, то величина роста льготных тарифов будет не выше 15-26%. Средний индекс роста платы граждан устанавливает правительство Российской Федерации. При этом субъект имеет право превысить средний индекс платы граждан, установить предельные индексы выше, чем предусмотрено правительством. На основании чего? Этих оснований три. Это принятие инвест-программы на территории субъекта, это принятие комплексного развития субъекта. И доведение тарифов для населения до уровня экономически обоснованного. Впервые в 2015 году в Волгоградской области мы пошли на превышение платы граждан. И основанием явилось доведение уровня оплаты до экономического обоснованного. При этом хочу сказать, что льготные тарифы, которые ранее были нами установлены, они продолжают у нас действовать и с 1 июля 2015 года. Волгоградская область уже прославилась тем, что тарифы на электроэнергию у нас вырастут на предельно допустимые 15-26%. С чем связана такая цифра? Стали ли мы жить лучше? Ну, жить лучше, не знаю, не могу сказать, лучше или хуже. Это связано с тем, что правительством Российской Федерации дано задание о сокращении перекрестки в сфере электроэнергетики. Ну, не секрет, что тарифы, устанавливаемые Комитетом тарифного регулирования для населения, в рамках минимального и максимального уровня тарифов, которые утверждает Федеральная служба по тарифам, гораздо ниже экономически обоснованных. Вот эта разница, которую недоплачивает население, она перекладывается на стоимость электроэнергии, оплачиваемой промышленными потребителями. Ну, соответственно, мы ее оплачиваем в стоимости продуктов питания, это молока, хлеба. Так вот, с 2015 года правительством поставлена задача о том, чтобы эта перекрестка снижалась и не увеличилась перекрестность субсидирования в сфере электроэнергетики. Приказом Федеральной службы тарифы были установлены минимальный тариф, который мы должны установить на территории Волгоградской области, 3 рубля 70 копеек и максимальный 3 рубля 71. Комитетом тарифного регулирования установлен тариф на минимальном уровне, 3 рубля 70 копеек для городского населения. Если мы разделим 3,70 на 3,21, то и получится рост 15-26. Таким образом, на территории Волгограда предельный индекс роста платы граждан максимальный 15-26. У других потребителей, у которых есть вода, тепло, водоснабжение, теплоснабжение и другие коммунальные услуги, этот индекс может быть и ниже, но не выше 15-26. Можно ли сказать, что новые тарифы уже заметно ударят по карманам тех собственников жилья, которые еще не установили счетчики? Ударят еще и по той причине, что комитетом тарифного регулирования установлены нормативы потребления коммунальных услуг с учетом повышающих коэффициентов, которые предусмотрены 306-м постановлением. И данные коэффициенты увеличиваются каждые полгода. Поэтому, конечно, если потребление коммунальных услуг ниже, чем нормативы, то, чтобы сэкономить население, желательно установить приборы учета. Вот если сравнить с нашими соседями по югу России, то как там? Ну, если сравнить по югу России, то величина тарифов у нас гораздо ниже, чем в других регионах. Поэтому, если сравнивать платеж за коммунальную услугу в рублях, то он у нас ниже, чем у соседей. Ростов, Краснодар? Ну, в Краснодаре там величина и тарифы на тепловую энергию выше, и тариф на воду выше, и норматив на отопление гораздо выше, чем, например, в городе Волустском или в городе Камышино. Поэтому, еще раз повторяю, это зависит не только от тарифа на коммунальный ресурс, но еще и от объема потребления. Можно ли сейчас хотя бы так приблизительно сказать, на сколько в рублях врастет плата за коммунальные услуги, допустим, для владельца двухкомнатной квартиры в Волгограде? Жители занимают разное количество квадратных метров. Вот если брать в расчет одного проживающего на 18 квадратных метров, то эта величина будет колеблиться от 200 рублей до 400 и выше, в зависимости от занимаемой площади набора коммунальных услуг. Если владельцы квартир засомневаются в правильности начисления тарифов, куда им обращаться в таком случае? Если собственник жилья сомневается в величине тарифа на коммунальную услугу, он может обратиться в комитет тарифного регулирования по величине тарифа, приложив обосновывающий документ. Ну, это копия платежек. Если собственник жилья сомневается в начислении платы и в соблюдении предельного индекса, то это полномочия по проверке жилищной инспекции. Спасибо большое за интервью. Продолжение следует...